МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завтра на площади Южного мола в 16 часов состоится большой концерт, посвященный открытию фестиваля молодежи и студентов. Все присутствующие смогут спеть гимн демократической молодежи. В программу также вошли выступления национальных ансамблей и солистов Сочинского колледжа искусств. Специальный гость – популярная молодежная группа 30.02. Завершится все фейерверком. Асквер фестивальный торжественно откроют в Сочи 20 октября. А в этот же день там оставят свои зеленые автографы участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов. До открытия ровно неделя. Как идут работы, сегодня проверил глава Сочи Анатолий Пахомов. Полгода назад здесь, на улице Фабрициуса, был пустырь. Сегодня кипит работа. Кое-где уже уложен газон. Проложены дорожки, спилен сухостой, вывезено почти 20 грузовиков мусора. Сейчас строители активно обустраивают будущие места отдыха. Также на территории будущего сквера проложили почти 200 метров дренажной системы для отвода грунтовых вод в ливневку. Подоле речки выложат небольшую набережную и установят фонари. Деревья пересаживаем. Стараемся аккуратно пересаживать. Те, которые были. Вот пальмы там стояли в зарослях, в кучерях. Мы их аккуратненько оттуда достаем и пересаживаем. Существующие деревья, их специальная подготовка, чтобы они не портились. Прокладываются дренажные трубы, делается обработка вокруг корней. Ход работ сегодня оценил глава Сочи. Он отметил, что отставать от графика нельзя не на час. Местные жители давно ждут новый сквер. К тому же сюда можно приезжать из других районов. Рядом обустраивают удобную парковку. Думаю, что уже буквально со следующего года экскурсоводы нашего города, когда будут возить туристов многочисленных в городах Сочи, будут обязательно показывать, что этот сквер был заложен горожанами города к фестивалю молодежи и студентов. И это сегодня является одним из самых любимых уголков сочинцев, особенно нашей молодежи. Открытие сквера состоится 20 октября. В церемонии примут участие делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Им предложат высадить большое дерево дружбы. А в центре сквера установят памятный знак – символическую фестивальную ромашку. Галина Моисеева, Максим Кавригин, телекомпания «ФКТ». К другим новостям. Губернатор Краснодарского края накануне в неформальной обстановке встретился с немецкими бизнесменами. В Сочи приехали руководители крупнейших международных компаний. Говорили о вполне конкретном сотрудничестве. Например, немецкая компания, выпускающая стройматериалы, предложила технологию, которая может снизить цены на жилье. Подробнее наши коллеги. На пустой желудок хорошую экономику не сделаешь, уверены германские предприниматели. На деловой завтрак пунктуальные немцы приходят ровно в 9 утра. С видом на Сочинский берег их встречает губернатор Краснодарского края. Обсудить сотрудничество с регионом собралась элита немецкого бизнеса. Тут и член совета директоров «Сименс», председатель правления компании «Метро», руководитель фирмы «Клаас». Сотрудничество Германии и Кубани в цифрах – это почти 600 миллионов долларов взаимного товарооборота за последние три года. Импортозамещение диктует вектор экономического развития регионов, всех регионов России, в том числе и Краснодарского края. На нашем рынке есть очень много свободных мест на полках, которые высвобождаются от импорта. И это сегодня реальная ситуация, которой нужно и необходимо воспользоваться. Я исхожу из того, что я доверяю странам, с которыми уже сложились такие дружеские, товарищеские отношения. И вот здесь для нас очень важно партнерство, сотрудничество для того, чтобы мы смогли это сделать. Потому что если это не делает Краснодарский край в рамках своей специфики, агропромышленной специфики или еще, то это сделают другие регионы. Но мы не хотим никому отдать здесь свою возможность. Однако доли производства в отношениях Кубани и Германии немного. 90% – это импорт. В крае намерены сместить акцент в отношениях и наращивать долю совместных предприятий именно в регионе. Во многом за счет локализации производств. Так, например, произошло с компанией Клаас, которая на международном рынке выпускает сельскохозяйственную технику. В Краснодаре работает один из главных заводов. Вся сборка и даже обработка металла осуществляется там же. Степень локализации около 70%. Именно Клаас первыми в России заключили специальный инвестиционный контракт. В общем, на Кубани немцы чувствуют себя как дома. Я никогда не устаю подтверждать, что самое главное для нас, что к нам относятся так же, как к российским производителям. Мы равноправны с другими и мы имеем доступ к государственным тендерам, к государственным заказам. Если говорить о Краснодарском крае, то Краснодарский край – очень хорошее место для иностранных инвестиций. Еще одна известная компания, которая локализовала свое производство на Кубани – это КНАУФ. Несколько лет они выпускают в регионе стройматериалы. Сейчас немцы готовы предложить технологию, которая, по их уверениям, произведет настоящий прорыв на рынке жилья. Существует в России проблема строительства социального жилья, и мы предлагаем решение проблемы. Готовить цельные модули, которые можно было бы использовать для социального жилья. Это достаточно рациональное предложение. Таким образом, могли бы достичь отметки, используя наши технологии, в 30 тысяч рублей за квадратный метр. Чтобы укреплять деловые связи, поступило предложение открыть в Краснодаре немецкий торговый дом для консультации и обмена опытом. Иностранные инвесторы могут рассчитывать на максимальную поддержку от властей региона. Тем, кто готов открыть бизнес на Кубани, предлагают даже промышленные площадки с готовой инфраструктурой. В нашем крае одно из самых современных и гибких институционных законодательств в России. То есть мы максимально сделали ряд законов, которые создают преференции инвесторам, защищают бизнес. И очень льготная система налогобложения. И мы на это идем осознанно, только прекрасно понимаем, потому что вместе с инвестицией приходят новые рабочие места, безусловно, новые налоги. И поэтому здесь мы, поддерживая инвесторов, поддерживаем жизнь, при том современную жизнь в нашем крае. Было решение, инициатива пошла от РСПП, создать региональный фонд развития промышленности. И сегодня, я так понимаю, вопрос уже на выходе. Это был совместный наш, так сказать, такой труд. И я думаю, что промышленность Краснодарского края это будет уже на следующий год реально ощущать. Если вынести санкции за скобки, привлечение инвестиций в сегодняшних условиях стало своего рода более интеллектуальным. Деньги вкладывают в развитие технологий. В той же самой Германии, в частности, Нижней Саксонии, давно сделали упор на альтернативные источники энергии. Ветропарки, солнечная энергетика имеют хорошие перспективы развития и в Краснодарском крае. Только на побережье Черного и Азовского морей 280 дней в году солнечные. Нет проблемы с ветрами. В регионе среднегодовая скорость ветра составляет 8 метров в секунду. При том, что в европейских странах мы делали небольшой анализ, ветроэнергетика получает бурное развитие при скорости 5-6 метров в секунду. Уже сегодня в крае для реализации подобных проектов у нас есть порядка 8 площадок для размещения ветроэлектростанций. Мы видим очень большой потенциал для развития. И в данном случае, нам кажется, цифровая экономика одним из приоритетных направлений. В этом направлении, в этой сфере, мы можем улучшать свою конкурентоспособность и можем присутствовать в экономике регионов. В ходе разговора оказалось, что санкции не так страшны, как кажется. Взаимовыгодное сотрудничество все-таки важнее запретов. Подтверждает это и встреча представителей немецкого бизнеса с президентом России Владимиром Путиным. На нее делегация отправилась после делового завтрака. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Сочи. Газ, дороги и дома-призраки. В Раздольском сельском округе накануне состоялся сход граждан. Его провел первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Вопросов у жителей Раздольского сельского округа накопилось много. В первую очередь, людей интересовало газификации села. Газопровод проложен, но в дома провести газ для людей затратно. Мугдин Чермит пояснил, чтобы голубое топливо было в доме, необходимо вложить средства в подключение к основному газопроводу высокого давления. По-другому не получится. Но если подключение идет к муниципальной ветке больше, чем за 100 метров, житель не заплатит, даже если тянуть сети придется на полкилометра. Это федеральные правила. Возмущает людей мертвый город. Так называют они комплекс жилых домов, который был построен в период подготовки к Олимпиаде и так до сих пор не сдан в эксплуатацию. Занималась возведением домов компания «РЖДстрой». Сейчас дома не достраивают, но занимаются оформлением соответствующей документации. Участки под этими домами окончательно не сформированы. Сейчас идет формирование земельных участков под многоэтажными домами для передачи в аренду «РЖДстрой». После того, как будет оформление документов завершено, они получат государственную регистрацию права и выставляют эти дома на продажу. То есть это будет продаваться с аукциона. Затронули на сходе и тему ремонта дорог. Пок жителям озвучили, какие улицы и переулки включены в план ремонта на 2018 год. Переулок агрономический, переулок западный, переулок Калиновый, переулок Надежды, переулок Песочный, переулок Уступный, улица Измайловского, улица Корчагяна и переулок Юбилейный. Единственное, по переулку западному хочу сказать, что он у вас в щебеночном исполнении. На сегодняшний день и будет всегда. Требует ремонта и в рамках ремонта. Он будет подремонтировать только в щебеночном исполнении. Все остальные сельские дороги будут отремонтированы в полном объеме. В Сочи в прошлом году было выделено из края 210 миллионов рублей и отремонтировано 37 улиц. В этом году выделено 558 миллионов. В два этапа ремонтируют 97 улиц. В следующем году на дорожный ремонт планируют потратить миллиард рублей. Елена Всецная, телекомпания ФКТ. В больничном городке сегодня пешеходам понадобились резиновые сапоги. Утром рядом с 4-й горбольницей прорвало водовод. Как сообщил водоканал, поврежденным оказался водовод диаметром 150 миллиметров. Трубу пришлось перекрыть для восстановительных работ в переулке Грузинский. Несколько часов по этой причине не было воды. Гаражные кооперативы на улице Альпийской на грани сноса. Об этом говорили сегодня во время очередного совещания с председателем ГСК и садоводческими товариществами по теме незаконного сброса сточных вод на рельеф. На совещании под руководством заместителя главы города Мугдина Чермита сегодня отчитывались представители мониторинговых групп Центрального и Хостинского районов. В центре курорта нарушение природоохранного законодательства налицо в гаражных кооперативах. В частности, речь шла о ГСК под номерами 24 и 27. От водоснабжения гаражные блоки отключены с февраля, но сброс сточных вод в ручей в Верещагинске продолжается. Чтобы подключить объекты к централизованной системе канализования требуется 8 миллионов рублей. Деньги жители гаражей сдавать не хотят и продолжают нарушать закон. Сам факт проживания в таких объектах незаконен, отметил перг заместитель главы Сочи. Для этого включить все силы и средства, доступные нам. Это и пожарники, это Роспотребнадзор, Росприроднадзор, жилищная инспекция. По детству, материнскую детство надо посмотреть. По социальным вопросам надо проконсультироваться с Елена Васильевна Романец. То есть комплексно подойти. Направим письмо в полицию города с просьбой выселить людей из гаражных кооперативов, где проживание законом запрещено. В Хостинском районе ситуация немного лучше. Сейчас ведутся работы по канализованию в 93-х садоводческих товариществах. 47 гаражных кооперативов подключены. Отмечу, что за 2,5 года решить проблему с канализованием удалось в 12 тысячах объектов. И сейчас основная работа мониторинговых групп направлена на внегородскую черту, дачные участки и села. Полиция Сочи проводит проверку по факту конфликта на остановке общественного транспорта. Водитель автобуса обратился с заявлением в отдел полиции. Инцидент между водителем автомобиля Hyundai Solaris и водителем автобуса МА, следовавшего по 16 маршруду, произошел на Донской из-за поврежденного зеркала заднего вида легковушки. После того, как в конфликт вмешались пассажиры автобуса, водитель иномарки покинул место происшествия. Сотрудники полиции установили личность водителя иномарки. Им оказался 43-летний местный житель. Мужчина был доставлен инспектором ДПС в отдел полиции для отдачи объяснений. Сейчас в Управлении внутренних дел по данному факту проводится проверка. В Сочи на трассе перевернулся автомобиль. Очевидцы аварии в Сочи пришли на помощь сотрудникам МЧС. Инцидент произошел вечером 12 октября в районе Хосты. Автомобиль превысил скорость, наехал на бетонное ограждение, после чего перевернулся и приземлился на крышу. Пострадавших нет. Правда, переворачивать машину обратно пришлось не только спасателям, но и очевидцам. Продолжаем. Взаимодействие депутатов городского собрания Сочи с советами ТОС позволяет сегодня эффективно решать вопросы микрорайона. Хоста – один из ярких примеров такой совместной работы. Микрорайон Хоста насчитывает около 12 тысяч жителей. В совет ТОС люди приходят с различными вопросами. Они касаются системы ЖКХ, благоустройства придомовых территорий, санитарного состояния улиц. Если не можем решить на месте вопрос, мы обращаемся или в администрацию района или города, или к нашим депутатам. В нашем пятом округе работают три депутата. Это Татьяна Борисовна Черновалова, Дмитрий Геннадьевич Васильев и Роман Владимирович Бугайчук. Взаимодействие тоже с ними очень тесное и очень плодотворное. Помещение для работы ТОСа Хоста предоставлено в аренду по решению городского собрания Сочи на безвозмездной основе. Здесь можно проконсультироваться по юридическим вопросам и нет теперь необходимости выезжать, чтобы, к примеру, получить медицинский полис. Прием здесь проводят и депутаты городского собрания Сочи. Мы становимся тем соединительным мостом между жителями, в частности Хоста, и властью нашей администрации. Все нужды, все проблемы, которые приходят в ТОС, они доводятся до администрации и там принимается решение, которое мы держим на контроле. Взаимодействие Советов ТОС и депутатов городского собрания Сочи это продолжительная и результативная работа. Яркий пример – реконструкция площадки «Муравейник». На полуразрушенной территории появились футбольное поле и баскетбольная площадка, детская зона для малышей, тренажеры для воркаута. Есть сцена, где выступают творческие коллективы. Но внимание требуют не только знаковые места района, но и отдельные уголки Хосты. А значит, немало совместной работы еще впереди. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сочинский государственный университет принял высокого гостя. Один из ведущих вузов курорта посетил президент республики Молдова. Игорь Дадон пообщался со студентами и провел деловую встречу с ректором университета. Игорь Дадон принимал участие в саммите глав государства СНГ и в рамках своего визита в Сочи он решил посетить опорный вуз курорта, специализирующийся в основном на туристической отрасли. Сочинский государственный университет стал вторым по счету вузом после московского МГИМО, где глава Молдовы встретился с педагогами и студентами. Я возьму уже на вооружение, чтобы везде, где я в каких городах буду, обязательно буду встречаться с студентами. Для того, чтобы молодежь российская больше узнала о Молдове из первых вуз, мы настроены на дружбу с Российской Федерацией. Я уверен, что и для нашей молодежи, и для российской молодежи будет очень важно, чтобы побольше узнать друг о друге. Игорь Дадон был приятно удивлен, что в Сочинском государственном университете обучается и молодежь из Молдовы. Студенты задали президенту вопросы политического, экономического и образовательного характера, а также узнали о спортивных увлечениях главы Молдавского государства. После беседы состоялся концерт, затем студенты смогли сделать с президентом селфи. Но главный итог встречи – подписание соглашения о сотрудничестве. Одно из молдавских высших учебных заведений станет партнером Сочинского госуниверситета. По тому опыту, по той практике, которая у нас уже есть с нашими партнерами, вузами из других стран, я считаю, что вот с чего надо начинать – это развитие культурно-познавательного туризма среди молодежи. И это даст импульс для развития дальнейших отношений. Тем более, что на базе Сочинского государственного университета регулярно проходят мероприятия по образовательному туризму и различные научные конференции с участием представителей разных стран мира. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинские школьники запустили акцию «Подари улыбку другу» своими улыбками. Ученики гимназии номер 9 решили поделиться со всем городом и решили, что самым подходящим местом станут пассажирские автобусы. На предприятии Сочи Автотранс решили, что принять юных любознательных гостей нужно по полной программе. Поэтому сначала для школьников провели экскурсию. Ребятам рассказали про режим водителей, и про то, что на работу они приходят задолго до первого рейса. Ведь, чтобы вовремя, а главное, безопасно довезти их до школы, водителю необходимо пройти медосмотр, а транспортному средству – техосмотр. Показали детям и что такое ГЛОНАСС, слово через который диспетчерам периодически сообщают о потерянных ранцах. Воспользовавшись случаем, школьников просили не оставлять портфели на сидениях. Впечатлила третьеклассников мойка автобусов. На это они посмотрели, что называется, изнутри. Благодарность школьники выразили в своих улыбках и оставили их всем пассажирам. Цель – поднять настроение, поглощенным своими мыслями и заботами сочинцам. Когда заходишь в автобус, я думаю, увидишь вот такую непосредственность, которую нарисовали дети в хорошем смысле этого слова, то каждый захочет улыбнуться. Сперва мы дарили улыбку друг другу, а потом решили своими детскими, самыми чистыми, самыми откровенными улыбками поделиться с жителями нашего города. В этой акции принимали участие не только наши ученики. Я не видела глаза своих учителей, которые бы так горели, которые так бы выкладывали в инстаграме свои фотографии и пытались передать улыбку коллеге. Улыбку школьники изображали по-разному, но во всех случаях это тёплые цвета, солнце, цветы, радуга и безоблачное небо. К акции «Подари улыбку другу» Сочи Автотранс присоединился, не раздумывая. Мы же не просто хотим перевозить людей, а перевозить с комфортом и в то же время настроение. Это тоже, наверное, часть комфорта душевного. И я надеюсь и даже больше уверен, что эти рисунки создадут внутреннее хорошее настроение нашим пассажирам. К акции подключился и весь город. Идею посчитали интересной и значимой. Где ещё, как не в общественном транспорте, двигаясь с утра на работу или возвращаясь вечером домой, улыбаться, увидев написанную детской рукой фразу «Всё будет хорошо». Рината Шипулина, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ещё одна выставка детских рисунков открылась сегодня в фойе «Дома моды». Посвящены все работы Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. К этому мероприятию и приурочили международный конкурс детского рисунка «Салют-фестиваль». На рассмотрение жюри конкурса поступило более 150 детских работ. Юные художники выразили на бумаге своё понимание будущего планеты. Радостные лица, животные, насыщенные пейзажи, флаги и символы народов мира нашли отражение в этих рисунках. Организаторы решили, что юные сочинцы также должны проникнуться идеей фестиваля молодёжи и студентов. Тему международного мероприятия раскрыли все участники конкурса «Салют-фестиваль». И отобрать лучшее оказалось сложно, но по правилам конкурса в финал вышли 19 картин по числу проведённых в фестивале молодёжи и студентов, а в этом году он 19-й по счёту. Знаете, что самое для меня было главное? Дети нарисовали яркие цветные работы. А это значит только одно. Это значит, они счастливы. Они несут это счастье дальше. Они будут его передавать, они будут его транслировать. Мы всего лишь консолидировали творческие усилия наших чудесных детей. Каждый из них высказался, и это уже немаловажно. Кто сильнейший яхтсмен, все узнают в Сочи. Участникам гранд-финала Национальной парусной лиги не помешала даже пятница 13-я. Если спортсмены не верят в эту примету, то почему перед гонками не дают интервью? Узнала Елена Овсецына. Весь цвет парусной России в Сочи. Об этом заявили организаторы сразу же на открытии финального этапа высшего дивизиона лиги. Здесь определится сильнейшая команда России из 27. По всем первыми сегодня были их смены команды «Повелитель паруса Азии» Сергея Мусихина из Екатеринбурга. Они открыли жеребьевку, поскольку в турнирной таблице лидировали и вытащили номер один участника сегодняшней регаты, то есть им гоняться в первой десятке. Надеются эту тенденцию сохранить в дальнейшем, но интервью перед стартом давать не стали. Говорят, что суеверные и передрисовали к менеджеру команды. Все хотят победить, все верят в победу, но об этом заявлять заранее боятся. Все настроены на борьбу, потому что серьезное соревнование, серьезный финал. До Сочи парусные гонки проходили в Севастополе, Москве, Пску и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. И везде это борьба за переходящий кубок лиги. А еще зрелищность. Гонки в Владивостоке, а это фактически залив Петра Великого или Амурский залив, это течи Тихого океана, и Балтийское море, совершенно разные акватории, совершенно разная волна, совершенно разный ветер. Если говорить о Питере, то это очень сильное течение, Невы, очень сложная акватория, но потрясающе красивая, потому что это напротив Петропавловской крепости, напротив Зимнего дворца, это мечта любого гонщика. Пятница, 13-е, их не напугало, огорчило лишь отсутствие ветра. Сегодня было достаточно тихо, из гавани экипажи выводили на открытую воду при помощи катера. Ну а завтра все может измениться, говорят сами их смены. Дистанция гонок расположена близко к берегу, зрители отсюда, с морского порта, могут наблюдать выход яхт. Профессиональные комментаторы расскажут о правилах парусного гонок, об интересных моментах, чтобы люди понимали, что происходит на воде. Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи и студентов станут участниками гранд-финала Национальной парусной лиги. Завтра они примут участие в массовом запуске шаров. В час дня на площади у Южного Мола пройдет праздник в честь десятилетия Объединенной судостроительной корпорации и 350-летия Российского государственного судостроения. Гелена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. И в завершение информации от наших партнеров. Стоматологическая клиника «Валеденталь» проводит акцию от производителя «Брекет-систем». Исправление прикуса у детей и взрослых школьникам скидка 30%. Чайковского 3, телефон 254-5707. Ну а все наши новости уже на сайте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Продолжение следует...